Итак, здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Paradigm. И мы сейчас будем играть в замечательную игру под названием OpenTTD, что расшифровывается как открытый транспорт Tycoon Deluxe. И я уже всё подготовил. Это OpenTTD 1.5.1, последняя версия. Я, правда, не знаю, что за обновления тут добавлены. Ну, по сравнению, например, с 1.3 версией, я знаю одно, что, например, вот это вот максимальный размер карты. Это просто огромная карта, я даже не знаю, чего это 4096. Это, блин, Майнкрафт какой-то. Ещё бы бесконечную карту сделали здесь, так вообще бы было офигенно. Я тут уже настроил. Мы будем играть через города, поэтому я количество предприятий поставил минимальное. Они, конечно, будут появляться, и мы их будем использовать, если найдём, собственно, подходящие предприятия. Но когда их слишком много, это, конечно, хреново. Также я, собственно, настроил по-другому карту, чтобы она была наиболее сложной. И я кое-что забыл. Я ещё кое-что не настроил. Сейчас мы проверим. Так, окружающая среда, по-моему, или... Блин. Нет. Ограничения. Нет. Аварии, катастрофы. Тут где-то можно было, короче, включать некоторые вещи. Вот, кстати, я и разрешил включать города. Искусственный интеллект. Я также его поставил. Я также увеличил эксплуатационные расходы. Включил расходы на обслуживание инфраструктуры. Это чтобы нам было сложнее. В дополнение к тому, что я карту хренову сгенерирую. Так. Новости, информация. Чё за фигня? Ну, блин. Нету здесь этого. Где-то, я помню, было реалистичное, типа, поведение поездов можно было настроить. А, блин. Короче, я сейчас настроил и вернусь. Хотя, какая разница. Вот, короче, власти в этих настройках. Но я это пропущу, естественно. И вернусь сейчас. Просто забыл. Итак, я решил включить, вот, в транспорте, в физической модели. Ставлю реалистичное везде. Ну, больше я ничего не буду менять. Здесь оставлю оригинальное, потому что... Иначе они, наверное, не будут дымить там и так далее. Хотя, хз, давайте реалистичное поставим. Так, ну, здесь запретить разворот, запретить... Что? На ЖД и море. 90-градусные. Стоп, так... Не знаю. Пусть так и остаётся, в общем-то. Я поставил автозамену транспорта и так далее. Так. Способ сырьевого, а не сырьевого. Где? Замечательно. Ну, и теперь мы, как бы, начинаем. Тут вот я могу вам ещё показать. Я семерых компов поставил. Можно, кстати, увеличить ещё количество. Компы загружаются здесь. Я, короче, поставил разных. В принципе, симпл. Аи, я с ним уже играл. Я его, в принципе, делаю. Диктатор, говорят. Ну, в общем, хороший, говорят. Ну, вот эти вот... Я не знаю, что это за Аи. Ну, вот этот, например, довольно увесистый. Но он называется, типа, что он глупый почему-то называется. И, кроме того, первые, они с периодом в 10 лет будут появляться. То есть, у нас будет 10 лет вначале вообще без конкурентов. Потом 10 лет с этим конкурентом. И после того, как этот появится, будут каждые два года вот эти вот все появляться. Поэтому будет довольно-таки еморно. Ну, и давайте же начнём. Я сейчас выключу запись на время загрузки. И вернёмся уже на карте. Итак, игра загрузилась. Сразу же на паузу поставилась. Кстати, забавно, что здесь вначале такой ромбик был. И вот где, куда нас кинуло на необитаемый остров. Ну, ладно. Мы-то неведомое нечто, перспектива летающая над всеми людьми. И первым делом... Вот это вот меня бесит. Вот эти вот штуки, они не удаляются. И они есть во многих играх. Ну, в смысле... Вот, посмотрите. То есть, стоимость очистки недоступна. То есть, эту штуку нельзя удалить. И непонятно, их тут куча. Вы видите, что это за бред. Это вот её никак не удалить, и нельзя терраформировать из-за этого полностью землю. Я не знаю. Если вы знаете, как их удалить, скажите, но я не знаю, как их удалить. И не представляю. У меня немецкие названия городов. То есть, Баткёльн какой-то. Дальше. Первое, что нам надо, ну, поставить на паузу, если ещё не поставили. И вот, можно основать город. Кстати, он очень дорого стоит. Ладно, плевать. Он там 30 миллионов или около того стоит основать город. Поэтому нафиг нужно. И мы сортируем по населению города. И, естественно, самое большое население берём. И ищем один из топовых городов. Стоп. Это у нас не развивается. Странно это. Пассажира у него довольно неплохо. Местные власти, кстати, можно рекламные кампании им там делать. И так далее. Это мне очень нравится. Давайте второй посмотрим. 2600. Ну, здесь вот сюда можно, в принципе. Давайте его себе сюда возьмём. Кайль. Вот здесь вот интереснее ситуация. С одной стороны он близко к краю карты. Но с другой стороны здесь есть по 1200, по 900, по 600. Давайте его тоже себе в заметке возьмём. Вольф что-то. Но здесь рядом с городом есть ещё один город. Ну, это абсолютно ничего не значит. Кстати, мы, пожалуй, включим теперь музыку. Вот так вот пусть будет. А это сделаем громче. А также настроим здесь чего-нибудь. Извините, что я, конечно, это сейчас сделаю. Так. Во. Замечательно. Вы это, скорее всего, всё видели, естественно, как я настраивал. Ну, мне плевать. Так. Тут, ну, 500 жителей. Скажем так, это фигня. Это что? Вольф что-то там. Вольф город. Вот это вот неплохое. Стоп. 2 400, а там 1100. Тоже его берём себе. Пожалуй, с него и начнём. То есть вот здесь мы будем развиваться. А как-то можно их запомнить. Э. Во. Пока что так. Ой. Простите, пожалуйста. Сделаем. И тут, как бы, между тысячником и 2400-ником, или как-то так оно называется. Между двумя этими городами нужно проложить железную дорогу. Естественно, станцию железнодорожную мы поставим где-нибудь здесь. Ой. Нет, неправильно. Вот так придётся нам всё-таки сделать. По определённым причинам. Ну, не знаю. 4, 5. Давайте сразу... Да, естественно. Нужно паузу убрать. Раз, два, три, четыре, пять. Нужно паузу убрать. И ещё чего я не сделал, так это не переименовал свою компанию. Я вообще какая-то женщина здесь. Мужское, во-первых. Во-вторых, давайте переизберём. Но я хочу с очками. Какой-то Сталин в очках мне нужен. Очки. Вот. Пусть так будет. Дальше. Цвет. Ну, цвет пусть будет, пожалуй, синий. Стоимость компании 2 бакса. Ммм... Так, директор. Директор, естественно. Па-ра-тигам. Название. А почему оно не меняется? Парадигм... А чё там? Ну... Всё. Как бы тут очевидно. Парадигм-транспорт. Отлично. Штаб мы позже построим. Теперь мы выходим из... Бесконечности. И начинаем строить, наконец-то, какую-то фигню. Раз, два. Потом три. Вот так, значит, здесь тоже делаем. Замечательно, как раз поместилось всё. И здесь мы, как бы, пойдём чуть подальше. Что, 20 тысяч? 20 тысяч? По-моему, как-то можно было дешевле всё это сделать. Реально можно было дешевле. Ну, мне плевать. 20 тысяч я потратил на эту хрень. На снос какой-то там фигни. Так, тут мы, пожалуй, выравниваем. А, ну да, я же поставил, типа, средние расходы. Поэтому у нас расходы на всё увеличены. Как это не парадоксально. Так вот, здесь мы тоже ставим какую-то вот такую фигню. Нет. 157. Ну, вот так вот, в принципе, хватит. Блин, всё равно... Ну, что ж ты бесишь меня? Как же это меня выбешивает? Так, отлично. Как вы видите, тут сложно что-нибудь нормальное соорудить. Но я постараюсь. Я бы не был парадигмом, если бы... Не взялся за это дело. Стоп, а может в другую сторону его отправить? Отправить. Так, а тут, значит... 5000. Ну, 5000 это ещё норм. Так, ставим здесь тоже по две. Здесь тоже. Дальше, естественно, ведём куда-нибудь сюда. И продолжаем вести. Вот уже у нас есть какая-то... Намечается интересная вещь. Раз. И... Два. давайте кау берем здесь нет вот это вот уберем кстати забавно что тут как бы дают нам даже деньги за динамит как будто мы продаем эти рельсы так сюда здесь опять равняем конечно денег у нас уже не так много ну что поделаешь кнопочка x это будет одновременно еще и обучалка потому как играть в эту замечательную игру так вот кнопочка x мы можем выключить все или там control 1 control 2 там это по отдельности все включать выключать но я люблю просто взял выключил на время все декорации отображения потом опять включил они парятся там с какими-то отдельными декорациями вот смотрите как здесь хорошо идет стоп вот куда то сюда давайте проведем теперь здесь попробуем она ведется нормально тогда тогда все хорошо и теперь нибудь вот так замечательно теперь тут я даже не знаю можно и так повести и так повести давайте ка попробуем просто повысить здесь ой 40 тысяч блин лучше за 20 тысяч было делать какая нафиг 40 тысяч мало того это ничего не изменило по сути то что за фигня что это тут такое творится вот это нам не нужно давайте уберем 40 тысяч потратил на срок какой то там речки или чего то там говна какого то очередного так но здесь мы разобрались придется еще занять денег чтобы связать эти два города конечно Чопенберг кстати ему не нравится что то что я у него тут нахимичил это конечно плохо ну что поделаешь у меня выбора особо не было итак мы ставим здесь вот депо одно потом здесь ставим ну допустим вот так нужно решить в какую сторону будут эти эти светофорчики так теперь здесь тоже ставим и через control протяиваем эту опцию можно включить где то там в настройках даже нет пожалуй через два ладно уже поздно и теперь точно так же через control протяиваем с этой стороны 20 тысяч у нас осталось но в принципе нам этого хватит если все будет хорошо через два лучше ставить потому что так надежнее вот и все дальше тут тут мы ставим тут мы ставим тут мы ставим тут мы ставим тоже депо и теперь нужно купить естественно не купить а занять еще больше денег чтобы хватило на поезда давайте же начнем новый состав естественно берем самый современный самый крутой покупаем его ставим пассажирских вагонов штук 5 наверное и вагонов с почтой сколько тут вот почта как раз тут надо больше даже почты а сколько пассажиров 40 пассажиров странно что они не переведены очень странно в прошлый раз они у меня были все переведено в общем то а это оригинальные короче название я просто поставил поэтому у нас они будут все показаны вот так вот так теперь мы устанавливаем маршрут вот так вот это делается раз потом два на эту станцию давайте полный загруз выгрузить все тоже полный загруз выгрузить все и теперь чтобы пустить наш поезд по маршруту нажимаем собственно запуск вот он выезжает и сейчас нам будет приносить прибыль отдаем все деньги которые можем отдать потом если что опять займем это не проблема вот как вы видите система отлично работает тут у нас производство пассажиров достаточно вроде бы а и вот еще что у нас же мало людей захвачено нашей остановкой остановкой для этого мы зажимаем control и ставим где нибудь здесь остановочку а администрация на нас взъелась да вы издеваетесь а это что тоже взъелось давайте здесь попробуем бед дресслер давайте чтобы покрыть город побольше этот хотя бы нет отдельно не надо ставить можно как нибудь вот здесь еще что ли кстати можно включить выключить отображение сетки это я долго разбирался как это сделать но тем не менее разобрался чего здесь же все нормально почему ты только построить отдельную станцию мне предлагаешь ну когда когда же когда же то есть я здесь вообще не могу ничего строить это фигня какая-то да повезло конечно мне я даже не знаю может мне опять занять и попробовать исправить репутацию какая у меня тут репутация местные власти очень плохой давайте по рекламным компаниям побегаем у меня уже заем бешеный так очень плохой ну что за очень плохой нафиг я не виновата я так он будет долго набирать всю эту фигню я что и дороги не могу строить нет дороги я могу строить а станции почему-то нет или могу уже стойте-ка не дает мне это делать как ты ж сволочь что такое что такое ой железную дорогу построил ну быстрее ну поезд ну едь поехал уже а остановки я могу хоть строить может может мне тогда внутри города чего-нибудь там попробовать замутить нет не могу вот это конечно беда ну буду ждать пока подействует рекламная кампания а пока что я самый крупный город и здесь попытаюсь что-то с машинками намутить я пойду в общем в этот город самый крупный не сидеть же не стоять пока меня там примут за своего так центральная остановка ну допустим не знаю где путь будь ты центральная остановка кем бы ты была как раз арсмунд арсмунд центральная у нас три тысячи всего лишь но сейчас мы надеемся мы сможем тут еще раз крутиться сто тысяч возьмем себе давай новый автомобиль регал бас естественно следовать сюда следовать сюда и попробуем так полная загрузка полная загрузка ну и полная разгрузка пока что не убираем здесь ничего нет смотрим здесь нормально вроде какая тут возможность шестьсот шестьдесят пять это очень неплохо таки ой смотрите сразу развиваться город начал будет будет скоро три тысячи здесь жителей ну знаете то да я в принципе может клонировать буду автомобили этим вот можно копировать и щелкнуть на автомобиле который вы хотите копировать правда прибыль конечно не очень хорошая но возможность такая есть зато они ездят ну недолго от одной точки к другой и поехали и поехали вот молодцы ну норм город будет сам себя растить так значит здесь мы отдаем по максимуму арсмунд здесь мы возвращаемся к нашей позиции и смотрим что тут у нас есть все еще заряжаешься